Добрый вечер! Я всех приветствую из Варны. Хочу рассказать сегодня о потрясающем событии, которое со мной произошло, о котором я просто не могу молчать, как я встречалась вместе с преподавателями и студентами экономического вуза Варны, экономического университета, с правнучкой знаменитого борца за свободу героя Италии, национального героя Италии Джузеппе Грибальди. Значит, это было действительно такое событие, которое просто меня потрясло. И вот на этой серии того, что действительно всё в нашей жизни происходит не случайно. Когда ты находишься на таком этапе, когда ты свободно располагаешь своей жизнью, когда ты сам пишешь сценарий своей жизни, то действительно просто потрясающие какие-то события, потрясающие люди идут к тебе навстречу. Так вот вчера совершенно случайно я, гуляя по Варнинскому парку, подошла к зданию радио Варны и увидела, что сегодня состоится такая встреча с правнучкой Джузеппе Грибальди. Так вот, правнучка Грибальди, она жива. А эта дама, которая, не знаю, ей за 70, за 80 лет, выглядит она совершенно потрясающей. Она настолько похожа на своего знаменитого предка внешне, что мы просто все были потрясены этому, очень были удивлены. И на протяжении двух часов она держала в таком, знаете, состоянии, вот необыкновенном весь зал. Но этот человек, который заряжает энергией, заряжает... И вот она рассказывала о том, что когда задавать особенно стали ей вопросы и про деятельность Грибальди, про его освободительные все эти миссии, она говорила о том, что, вы знаете, самое-то главное, что это был человек, который жил полной жизнью. Он служил идеям определённым, но при этом он в первую очередь, и он всегда говорил о том, что вот я живу, я наслаждаюсь этой жизнью. Значит, и она постоянно рассказывала про различные какие-то истории, которые с ним случались по жизни, как он встречался с разными женщинами, как он любил. И даже вот на вопрос, когда ей задали, сколько на сегодняшний день живых потомков Грибальди, она сказала, что это никому неизвестно, потому что столько есть людей, которые даже и не подозревают, что они потомки Грибальди, но на самом деле они потомки. Вот. И, в общем, ну, это было, конечно, очень, знаете, вот настолько потрясающая встреча. И в конце я просто не смогла, я подошла к сцене, я хотела, ну, вот как-то поближе увидеть эту женщину. Ну, вот, и что удивительно, встретились наши взгляды, и она вдруг спросила, а кто это? Никто не знал, естественно, кто я, потому что я вот просто пришла в университет со стороны. Она меня пригласила вот к себе туда на сцену, и я стояла рядом в тот момент, когда она давала интервью для различных СМИ, Болгарии, Варны, там и телевидение, и радио различные присутствовали. Вот. Они её, значит, тоже расспрашивали о её личной жизни, о том, и когда ей задали вопрос, чем вы занимаетесь, знаете, что она ответила? Меня это просто вот как током всё равно ударило. Она сказала, я наслаждаюсь жизнью. И при этом этот человек, который очень много делает, она ведёт огромную общественную работу и в Италии, и по всему миру. Ну, значит, её спросили, а где вы живёте? Вернее, место, в котором вы живёте постоянно. А у меня такого места? Я путешествую. Если меня не приглашают на какие-то мероприятия, на какие-то конференции, на ещё что-то, я просто еду туда, где мне нравится, где я хочу, и провожу время так, как мне хочется. Значит, и вот она всё время эту мысль проводила, что я так же, как и мой знаменитый этот предок, я служу людям, но при этом я живу той жизнью, которая мне хочется, которая мне нравится. И, знаете, вот, значит, меня потрясло, потому что я стояла, когда с ней рядом, я разглядывала её руки. Они вообще без всякого маникюра. На лице нет никакой краски. Это просто вот красивое лицо, да, в общем-то, уже женщины в возрасте. Но это необыкновенные лучистые глаза, которые звучат, такую любовь, как все. Это вот что-то, ну, необыкновенное. И вот она меня взяла за руку, вы представляете, она меня держала за руку. И мы стояли так несколько минут, и что самое удивительное, я просто чувствовала, как вот этот поток её необыкновенной тёплой энергии, он переходит по моей руке и как бы вселяется в меня. И при этом она смотрела на меня такими необыкновенными глазами и говорила, вот самое потрясло меня то, что я абсолютно понимала всё, что она говорила в этот момент. Хотя я не знаю итальянского языка, но я понимала, что она говорит. И она говорила, ну, ещё на своём выступлении перед залом, она говорила о том, что один из проектов, которым она занимается в Италии, это создание таких специальных условий, обучать людей в возрасте, пенсионеров, для того, чтобы они выступали, для того, чтобы они верили в какие-то занятия перед студентами. Потому что она говорит о том, что вот эти пожилые люди, они гораздо более живые, чем современная молодёжь. И они должны доносить вот до этих детей, гаджетов и интернета, что такое жизнь. И вот когда уже она держала меня за руку, она в конце концов сказала всем журналистам, посмотрите на эту женщину, я чувствую, что вот она тоже должна нести людям вот эти вот знания о том, как человек должен жить, а не просто вот мучиться, дожидаясь, когда начнётся его жизнь. Вот. Значит, ещё что интересно про себя, она рассказала, что у неё пятеро детей, одна дочь и четыре сына, и двадцать два внука. И, значит, вот она говорит, что они живут в разных частях мира, и она даже путешествует, ну, как бы от одного своего отпуска к другому. И, знаете, потом, когда уже после встречи я шла, мы сфотографировались с ней на память, вот, и я пошла на пляж, я лежала в минеральном бассейне, там загорала, и вот я чувствовала ту энергию, которую она передала. Сначала меня даже трясло. Вот, знаете, просто был какой-то, ну, у меня было такое ощущение, что внутри меня какой-то вот вибрации какие-то идут. Я осмысливала всё то, что я от неё услышала, то, что я получила. И, вот, понимаете, это необыкновенная совершенно сила жизни. В её возрасте такая энергия и такое излучение любви к людям. И, ну, я не знаю, я просто вот в каком-то таком восторге. Это что-то необыкновенное. Я даже не знаю, я пока не в состоянии ещё оценить полностью, для чего мне была дана именно вот такая встреча. И почему меня так тянуло, почему я чувствовала, что я должна была туда пойти. Но это явно вот какой-то, мне кажется, просто необыкновенный совершенно знак, который надо будет осмысливать. Поэтому мне очень хотелось поделиться вот всеми этими своими впечатлениями с вами. Мне очень хотелось донести и до вас вот это такое ощущение. И вот она ещё сказала, у неё всё время проглядывала эта фраза, что когда мы постоянно вот шло к каким-то рефрентам, что когда мы сейчас ставим перед собой определённые цели, почему-то они у нас все сводятся к каким-то материальным благам, к вечным материальным благам. И при этом люди не чувствуют радости и полноты вот этой жизни. И поэтому она всё время призывала, говорит, ну вот вы просто организуйте свою жизнь таким образом, чтобы вы почувствовали вот в данный момент, что вы радуетесь каждому мгновению в своей жизни. И вот я тоже хочу этими словами сегодня закончить своё выступление перед вами. Действительно, это настолько здорово. Вот я сейчас переживаю именно такой период в своей жизни, когда ты понимаешь, что каждое мгновение — это счастье, это великий дар. Я мечтаю только об одном, чтобы вот та жизнь, в которой я живу сейчас, которую я создаю сама, прописываю для себя каждый день, чтобы так было всегда, чтобы вот, ну, не большего уже просто, наверное, и нельзя мечтать, потому что я действительно создаю сценарии своей жизни. Я всех благодарю, кто меня выслушал. Всего доброго!